А если вы хотите узнать о том, как Arizona RP установила новый рекорд онлайна в GTA Sam, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим Arizona, Roliply Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Ну а мы как бы начинаем. Несколько дней, а возможно часов, а возможно недель, у меня вышел ролик о том, где я рассказал вам о том, что Arizona Roliply открывает новый сервер и уже 12-й по счёту. Также там я сказал о том, что если открытие пройдёт более чем успешно, то мы сможем познакомиться с таким, знаете ли, новым рекордом в GTA Summit. То есть прошлый рекорд был где-то, по-моему, в январе 2016 года у Сампропе, когда у них было 15 серверов, онлайн был что-то около 11400. И вот Arizona Roliply открыла свой 12-й сервер и вот одним вот этим вот своим, знаете ли, открытием побило абсолютно все рекорды, которые ранее были у Сампропе. Сампропе. Разумеется, что вот этот вот весь этот онлайн, он не берётся из пустого места и он составлен абсолютно точно благодаря абсолютно точно грамотной работе всего отдела Arizona Roliply. Мало, насколько я понимаю, людей. Там Чустац, Валик, вот этот Альберт Миронов, по-моему, если я как-то не так сказал, то я заранее извиняюсь. Как бы вот все вот эти вот несколько, казалось бы, человек сделали то, к чему стремятся практически все GTA Summit проекты. Установить рекорд по онлайну, стать самым популярным сервером в GTA Summit, переманить к себе там, знаете ли, всех ютуберов, чтобы на ютуберов, там, знаете ли, у них уходило мало денег, а вот с доната приходило вот прям, знаете ли, вот все вот эти вот миллиарды. И, в общем-то, Arizona RP в очередной раз доказала, что, ну, что они могут. Они в самом деле могут. И вот только подумайте, всего каких-то 5 лет понадобилось Arizona для того, чтобы стать топ-одним проектом в GTA Summit. А если вспомнить то, как всё это начиналось, то можно сказать, что в них вообще абсолютно точно никто не верил. Если вспомнить, допустим, какого-нибудь Данила Герреру, его вот эти вот, знаете ли, все видеоролики, которые он выпускал, то есть там прям вот станет всё понятно, что история-то у Arizona ролеплея достаточно сложная. И вот в этой самой сложной истории, когда казалось бы, что вот всё у Arizona всё плохо, онлайн маленький, всё маленькое, мои обзоры, они объективны и не подкупны, а также они без скинов бомжей. Поэтому заходите по айпишнику в описании, там же мой никнейм Данте Коннор или Данил Геррера, а там же Телеграм-канал, как бы, поэтому заходите и всё у вас будет замечательно, а также отлично. Поэтому, как бы, вот ты на это всё смотрел и вот я, по-моему, в году, наверное, 2015-2016 уже знал, вот так вот думал, в 2017-м даже знал, что Arizona ролеплея это уже точно, это конец, то есть они никак не выкарабкаются и вот всё. И вот, то есть, как-то это всё, знаете ли, так произошло, не то, чтобы прям вот быстро, то есть всё это происходило, на самом деле, на наших глазах и мы за всем этим могли наблюдать. Но то, как это всё было одновременно быстро и в то же время медленно, то есть, ну, в самом деле, сначала туда пришёл Вертеич, человек, которого тогда абсолютно точно никто не знал, потом туда пришёл Андрес Укрей, вот началось, 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 у Arizona ролеплей очень хороший подход к своим работникам, к своим ютуберам, тех, кого они набирают к себе, знаете ли, на работу, то есть, директор Arizona RP, пиар-менеджер, он достаточно отзывчив абсолютно ко всем людям и, наверное, в этом секрет успеха Arizona RP. Наверное, в правильной рекламной кампании, в правильном построении обновлений на данном проекте заключается весь успех данного проекта, с чем я могу его, разумеется, поздравить. И опять же, вот, даже когда выпустили этот пост, что Arizona RP, мол, всё, она там топ-1 проект в Сампе, она побила абсолютно все рекорды и стала абсолютным рекордсменом, даже под этим постом нашлись люди, которые такие, типа, ой, да сейчас бы вот про эту помойку что-то знать, вот зачем вы вообще её сюда публикуете, ну, донат-машина, 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 она осталась в году, наверное, я не знаю, в 2016-2017, там, или в 2015, когда вот Данил Геррера выпускал все вот эти вот свои видеоролики, и там, в самом деле, было рациональное зерно. Создатели, разработчики, там, скриптеры и пиар-менеджеры Аризоны отсмотрели эти ролики со скрипом в зубах и приняли одно правильное решение прислушаться вот ко всем вот этим вот проблемам, которые говорил Данил Геррера. Разумеется, он, большинство из того, что говорил Данил Геррера, оно было, скажем так, не особо объективно, а это он сам уже признал в своих, знаете, или недавних обзорах на сервера, и, в общем-то, ну, сейчас он постепенно, вроде как, делает переобзоры, хотя уже и на них он, наверное, благополучно забил, потому что, ну, зачем это делать, если какие-то полицейские погони, полицейские будни, там, вот эти вот погони за GTA-самп-ютуберами набирают, ну, больше просмотров, намного, и при этом хейта он никакого не получает, то есть все говорят, что Данил Геррера молодец, делает все классно, делает все правильно, он вообще красавчик, и зря вот ты на него гонишь. А в целом у меня не так давно вышел альбом, который вы можете послушать, называется «Вечный декадант», и там вот как раз про смерть Данила Геррера. А на этом я хочу сказать, что всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я в очередной раз поздравляю Резона Рулеплей с тем, что у них все получилось, жду открытия 13-го сервера, и хочу сказать, Резона Рулеплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова